Помните, каждый из нас, я чаша. Вы можете сказать, что я чаша? Давайте вместе скажем. Я сосуд, я чаша. И я в Божьих руках. Скажи, я в Божьих руках. А давайте подумаем, и так немножко, сколько раз мы на этой неделе мы вырывались из Божьих рук. Давайте просто подумаем, вспомним, как мы наполняли себя, как чашу, эту неделю. Сколько времени в день мы уделяли общению с Богом? Почитать Библию, помолиться, посетить, порассуждать о Господе, о жизни. И давайте подумаем, сколько времени мы прорулили в соцсетях. И сколько фильмов посмотрели? Ну, когда мы были в собрании праведных, а когда были в собрании грешных? Сестра Таня в прошлое воскресенье нам объясняла вообще суть телевидения и вообще в современности сейчас. Абсолютно все, что мы слушаем и смотрим, мы принимаем какую-то проповедь. И это не просто наше только такое понятие. Так говорит Библия. Библия говорит, если бы пришел сейчас какой-то нехороший человек и говорил, проповедовал о вине, вы бы его слушали. Но так как говорит пророк, пророчкое слово, то его не всегда, не все слушают. Давайте сейчас посмотрим на Иисуса Христа. Как только в нашем слухе где-нибудь мы что-то поймали об Иисусе Христе, мы сразу видим Бога, ходящего по земле. Давайте мы сейчас забудем или скажем, что мы не знаем, что произошло после воскресенья. Давайте сейчас посмотрим на Иисуса Христа чисто на человека. Родился ребенок. Кто знает, что это Бог? Знает только один Самуил, которого уже только, наверное, уже нет. Бабушка Анна, которая там тоже, ей уже тогда было восемьдесят с лишним, то она, может быть, через пару лет ее уже не стала. Мария и Иосиф знают только об Иисусе. Все люди, никто не знает, кто это твой бэби. Растет обыкновенный мальчик. Вот точно так и вы. Вот точно так в твоей семье родился ребенок. И ты смотришь на него и говоришь, «Эй, ты какой-то нехороший». Или ты говоришь, что это дитё Божье. От чего зависит, как будет расти этот ребенок? Самое первое от родителей. Что он слышит от родителей. Что он видит в родителях. Кто он в глазах родителей. И Иисус растет. Ему двенадцать лет. Он пришел в храм, и его в этот день посвятили. Он уже стал мужчина. И ни с того ни с сего, он один раз в жизни не послушался родителей. В принципе, вообще, мы не можем сказать, что он не послушался. Просто он не бежал за родителями. Просто он остался в храме. Но мы когда смотрим на выражение мамы, «Что ты с нами сделал, сынок?» Почему ты не пошел с нами или с нашими друзьями домой? Почему ты остался со священниками? И все-таки мы смотрим на мальчика Иисуса. Женщина, ты что, не знаешь, зачем я сюда пришел? Но не видишь, что Мария потом еще возмущалась. Написано, что она все складывала в свое сердце. Кому сейчас приблизительно 12 лет? Поднимите руку. Ну, 12 как раз таких нету сейчас приблизительно. Есть или меньше, или больше. Смотрите, как... Дети, учитесь, как можно красиво маму ставить на место. Но знаете, что делал Иисус? Он сказал причину Своего прихода на эту землю. Написано, Библия о нем говорит. Что Он отличался от всех только послушанием. А сейчас, дорогие дети, научимся от Иисуса Христа. Послушание. Иисус растет. Он работает вместе с папой в мастерской. Все знают, что Он обыкновенный плотник. И вот приходит время, 30 лет. Ему исполнилось полнолетие, и Он выходит на миссионерское поле. предполагает, что в это время Иосифа уже не было в живых. Единственное, только Мария знает все-таки, кто это Иисус. Никто из людей не знает, не понимает, что этот плотник это не просто человек. Они все знают, что это хороший, примерный мальчик, который сегодня стал уже совершеннолетним. И все ожидают, что Он дальше будет продолжать работу Отца. Потому что Он первенец в семье. Но Он резко меняет профессию. Он выходит и начинает говорить о Боге, о покаянии, о новой жизни. Какая главная цель была, главная тема была проповеди Иисуса Христа? Покайтесь, потому что при любви стало все Царство Небесное. Кому Он говорил эти слова? Он говорил всем. Он говорил тем, которые выглядят как священники. Он говорил всем книжникам, которые думают, что они все знают. Это первая категория людей, о ком мы говорили в прошлом воскресенье. Он говорил это народу, который хотел быть кем-то, но никак не мог. и поэтому Он обращался ко всем и говорил, единственное, пожалуйста, оставьте свое прошлое понимание жизни. и начните жить новой жизнью, потому что Царство от Господа уже пришло в вашу территорию. Оно рядом с тобой. Возьми его в себя. Пусть оно войдет в тебя и наполнит тебя. На этой неделе мы читали послание Галатам. И я благодарю за то, что мне написали, сказали, что да, вот это вот каждый день ежедневное распятие со Христом апостола Павла это и есть борьба с грехом. Если мы вот после того, как прочитали Галаты, продолжаем также думать, то мы или не прочитали Галатам, или мы не поняли послание Галатам. Как может мертвец бороться? Объясните мне, пожалуйста. Если он умер, он умер. Просите его, умоляйте его, он вам ничего не скажет. Потому что он умер для греха. Обратите внимание на вторую голову послания Галатам. Я на это сейчас не обращаю внимания, но я это напоминаю. Но я хочу призвать вас прочитать, открыть первое послание Петра. Первая глава, 13 стих. Первое послание Петра, первая глава, 13 стих. Поэтому, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведне вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно сует каждого по делам, то со страхом проводите время о странствовании вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. knowing that you are redeemed not with corruptible things, such as silver or gold, but with the precious blood of the lamb, without blemish. приказанной кровью. 19. Давайте скажем, в момент нашей смерти для греха, воскресенье для новой жизни во Христе. В это время мы установлены, удочерены. Хорошо, потом мы начинаем бороться со грехом. Потом каждый день мы просим тебя, усынови меня опять. Усынови меня опять. Завтра мы опять говорим, усынови меня опять. Я сделал это. Пожалуйста, будь серьезным, бодрствуй. Ну, я себя не чувствую сыном или дочерью. А что ты думаешь, что я тебе буду всю жизнь на руках носить? Давайте возьмем просто обыкновенный пример с нашей жизни. Например, ну, вы ничего грязного не делали, вы, ну вот, как дома, вы ходите там, занимаетесь вашими делами и перед едой вы взяли и помыли руки. есть разница тогда, когда вы ковырялись в земле и ваши руки грязные, вонючие, и вы должны их вымыть. Или просто вот как, ну так, очередной раз сполоснуть. то, что Библия говорит, что мы согрешаем, это не значит, что мы каждый день опять должны умирать. Или давайте, когда мы согрешаем, это не значит, что я уже упал и отказался от Бога. Смотрите, как Петр, в принципе, он был точно такой самый человек, как и мы. И он точно так же следовал за Христом, у него была цель, чтобы быть каким-нибудь министром в верхушке. Откуда я это знаю? Потому что когда перед самым распятием они соревновались с собой, кто будет больше, старше. И когда сыны громовые просили, ихняя мать вообще-то просила, чтобы они там были справа-слева около Христа в Царстве Небесном, то это возмущало других, обижало других учеников. Эта война, кто будет больше, кто будет старше, она была, есть и будет на земле. Если я, скажем, воюю с ним, что я буду выше тебя, это не значит, что я уже должен сейчас опять возрождаться. Но когда Петр пережил Господа, ну вот, давайте скажем, после его распятия и воскресения, и когда Петр пережил наполнение Духом Святым, буквально на второй день после Пятидесятницы мы увидели разницу, что этого вопроса уже больше у Петра не было. Он уже прямо показывал, посмотри на нас, он уже Петра не стало, а стали вдвоем как одно. И потом Петр пишет послание. Тринадцатый сих говорит, Поэтому, возлюбленные, припоясавшись веслом ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Давайте скажем по нашей теме, посмотрим, как это применить в нашей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, ты никогда себя совершенным не сделаешь. возьми твой сосуд и подставляй постоянно под Божью благодать. Постоянно, каждый день наполняйся Божьей благодатью. И вот та благодать в тебе, она сделает вот то совершенство, к которому ты все тянешься. Когда я смотрю на слова апостола Павла, что я каждый день умираю, это не борьба с грехом во мне. Грех убитый. Это баствование, и я дисциплинирую себя, чтобы жить так, чтобы Божья благодать всегда себя хорошо чувствовала в моем сердце. вы же понимаете, что есть какое-то буквально неправильное слово, и у вас просто-напросто пропадает настроение, это получается, совесть уже начинает судить, Дух Святой побуждает, пожалуйста, не говори этого. Я понимаю, если Дух Святой мне говорил, не думай этого, поменяй свою мысль, мысль, которая пролетела сейчас в голове, это не от Господа, ищи быстренько сейчас в Писании места, слова, которые сейчас закроют эту дырку, сделанную дьявольской стрелой, потому что если ты не возьмешь сейчас вверх над твоей мыслью, оно приведет к тому, что ты сейчас сорвешься, на кого-то будешь психовать или там орать, а если ты не победишь своего соперника, то сейчас вообще в драку перейдешь, или Дух Святой тебя побуждает, не включай, не трогай эту кнопку, потому что сейчас залезешь туда, куда тебе не надо. О, я поставил фильтр, я сейчас могу все посмотреть, я нож сейчас выкину своей головы. Давайте я скажу вообще не библейский пример. Когда мама меняет дайпер с ребенка, и потом надо долго руки мыть, потому что еще запах на руках остается, уже грязи нет, а запах есть. Никогда никакой фильтр ты не поставишь. Поэтому Петр говорит, живи свято. Бодствуй над каждой мыслью, над каждым словом, чтобы ничего ногтями не клеилось. Как только ты услышал на какую тему разговор, уйди, не надо тебе этого. Если ты остаешься в этой компании, или повлияй на компанию, или оставь эту компанию. если тебе подзвонили и начинают рассказывать какие-то где-то приключения. Если ты на своем месте, ты скажешь, во имя Христа, закрой свой рот, я не хочу на эту тему разговаривать. Иногда мне рассказывают, ну, пришли каяться в грехах. И мне такие детали рассказывают и так хотят мне это все объяснить. Я понимаю, что этот человек не кается, а просто наслаждается своими грехами. Иногда надо просто-напросто остановить и сказать, слушай, ты хочешь оставить или ты хочешь рассказать свои приключения? Если ты хочешь жить свято, поэтому, пожалуйста, будь святым. Он возродил тебя для новой жизни. наполняй свой сосуд каждый день благодатью, а не сплетнями. А то, что сегодня весь мир переполнен сплетнями, начиная от самых-самых святых, правильных каналов, новостей, роликов всего на свете. все оно давно-давно им все известно, которое придет на ушко и будет щипеть, а правда ли сказал Бог? Просто-напросто за голову если брать, укусит за руку. Если брать за голову змея, то он укусит за руку. это за хвост и головой об землю. Поймите, мы не можем торговать Божьей благодатью. Мы искуплены драгоценной кровью Агнца. Если мы смотрим на того же Иисуса Христа, о котором я сейчас начинал разговаривать, все смотрят на мужчину, который проиграл. Да, который поднял много народа на бунт, который просто противостал религиозной власти Израиля, и за это сегодня висит на кресте. Да, он этого достоин. И когда он воскрес, не все это тоже приняли. Не все поверили. Не всем захотелось это сделать. Это получается, люди видят правду, а верят неправде. И тогда еще проплатили много денег воинам. И ни с того ни с сего римские воины стали лжемиссионерами. И пошли, начали всем проповедовать, что действительно ученики украли тело Иисуса Христа. И когда сегодня верующие слушают всю вот эту грязную чушь, я не думаю, что это нормальные, здоровые христиане. Мне неприятно говорить о политических вещах во время проповеди в церкви. Но я не понимаю, как можно верить людям, которые не знают какого они пола. Но я не знаю, как я могу верить человека, который не знает, какой гендер они. Кто сегодня говорит, нельзя говорить твоему сыну, что он мужчина, он подрастет, поймет. Кто пытается сказать, ты не можешь сказать твоему сыну, что он человек. Которые законно узаконили беззакон. убивать своих же детей. Кто своими руками сжигает свои дома, свои города и сегодня хотят еще быть властью. Пожалуйста, церковь, где здоровый смысл? Где наше бодствование? Где мы считаем солью и светом? Покажите для этого мира, что мы действительно эти люди. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. 17-й стих. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Потому что мы не серебром и не золотом искуплены для новой жизни. Это не то, что когда-то начнется Царство Небесное. оно давным-давно уже началось. В каком Царстве мы сегодня живем? Ну да, я верующий. Какой верующий? Который выглядит как верующий? Или который наполнен Божьей благодатью? Всегда люди, которые хотели жить благочестиво, они были гонимы. Вчера у нас был мужской молитвенный завтрак. И мы начали немножко говорить о положении, которое сегодня Церковь должна занять. И Брадимов вспомнил одного румынского пастора, которого очень серьезно преследовали власти. И когда он после первого своего заключения был на одном из собраний служителей, они слушают, сидят представители власти, рассказывают им что-то. и жена его спрашивает, ты будешь что-нибудь говорить там впереди? Он говорит, если я буду говорить, ты потеряешь мужа. Как вы думаете, что ответила эта жена? «А мне мужа труса не надо?» Он стал, пошел говорить. И он на много лет опять пошел в тюрьму. когда потом голос мученика, есть такая в мире организация, выкупила его, и он приехал в Америку, он сам лично был в Конгрессе, в Конгрессе он разделся и показал свою спину, что с ним сделали в советской тюрьме в Румынии. Люди не могли смотреть на те шрамы, которые остались на его теле. Вообще есть такое выражение, существует. смерть мучеников это семья церкви. Когда-то мы пели такую песню, кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Благодать что-то стоит. мы искуплены не драгоценной кровью, мы искуплены не серебром и золотом, мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. И сегодня мы платим не золотом, не деньгами, а мы сегодня платим нашим терпением пред Господом. что мы терпим? Нас гоняют? Нас садят в тюрьму? наши желания нас гоняют. Наша похоть издевается над нами. мы думаем, что мы хотим удовольствия, мы рвемся в рабство своих желаний. и потом мы говорим, ну, мне надо опять распитаться со Христом. Посмотрите на жизнь Иоанна Крестителя. Посмотрите на Иисуса Христа. Посмотрите на Петра, на Павла. Друзья, дорогие, это жизнь. Это жизнь в Иисусе Христе. Помните, что мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы абсолютно полностью Иисусом сделаны свободными. Не дай нам сегодня хлеба. не дай нам сегодня возможности доступа к интернету и всем другим источникам удовольствия. Мы моментально станем намного святее, как мы сегодня существуем. И в чем заключается сегодня мое следование за Христом? Я не призываю вас к аскетизму. аскетизм это самоизнурение. Сам себя там лучше. Но я призываю к тому, чтобы мы знали порцию то, что нам надо, а то, что я уже хочу. И когда сегодня мы приходим к холодильник, он полностью забитый продуктами, а мы открываем и говорим опять нечего жрать, закрой рот, и хотя бы на недельку тебя куда-нибудь даже в село. Аппетит поменяется. Научи себя бодрствовать. как послушные дети 14 стих не сообразуйтесь с прежними похотями бывшими в неведнем вашем. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках ваших. Выгодно это или невыгодно знать ты отделен от греха. Ты святой. Ты омыт драгоценной кровью Иисуса Христа. Ты молишься и говоришь О, Отец Небесный услышь меня. А ты слышишь Отца? А ты послушный ему? Ты утром проснулся и принес своему Небесному Отцу жертву хвалы. Ты woke up today did you bring your heavenly father a sacrifice? О, I like to sleep in the morning, I like to pray in the evenings. Ты утром должен принести жертву хвалы для нашего Господа. Это не то, что мне нравится или не нравится. Это мое следование за Иисусом. Это не то, что сразу только проснулся и что-нибудь в рот пихаешь, пока не прочитал главу или пять, вообще к холодильнюку в кухне не заходи. Помолите, чтобы Господь не дал силу Духа Святого, мне надо сила. Зачем на диване валяться? Иди работай для Господа и сила придет. Тот, кто хочет силу, он идет в зал и качается. У того мышцы появляются, у того сила появляется. Вот точно так и в духовной жизни. Делай то, что ты должен делать. Живи для того, для чего ты рожден в этот мир. И не надо хныкать, что там что-то Господь кому-то не дает, что там кто-то виноватый. Мы своими руками отказываемся от Божьей благодати. Мы своим сознанием говорим, Господи, не надо мне твоей силы, и мне сегодня удовольствие надо. Я призываю вас сейчас к покаянию и себя тоже вместе с вами. Без всякого никакого утром встаешь и твое дело принеси, мое дело, принеси жертву хвалы. Неважно, хочу я молиться, не хочу, знаю я, не знаю, есть у меня молитвы, не знаю, наше дело, встань и читай Писание, если не знаешь вообще, что говорить. Но принеси жертву хвалы. Неважно это обстоятельство, от состояния здоровья, неважно, наше дело, мы призваны прославлять нашего Господа. Мы призваны на всякое доброе дело. Не знаешь своего занятия, не знаешь для чего ты призванный. Иди просто-напросто во имя Иисуса Христа раздай, что у тебя есть в доме. Покорми кого-нибудь. Да, какого-нибудь бомжа, возьми, приведи на кухню и сделай ему хороший завтрак. Я верю в Иисуса Христа. И бесы веруют и трепещут. Покажи, наделят свою веру. Кому какая польза с того, что я верующий. Кто-то поправился от этого, кому-то жизнь легче стала, христианин около меня ходит. Большое дело. Когда люди увидят между нами любовь, вот только тогда они скажут, что это ученики Иисуса Христа. У нас была такая песня, ее давно-давно уже я не слышал, никто не поет. Мало молитв и о молитвах бесед. Мало кто бескорыстно кому-то бежит помочь. о христиане, где вы заканчиваете этот стих. Позвольте мне сказать, друзья, словами веры, что сейчас, сегодня в зале сидят христиане, которые любят молиться, которые, когда встречаются, не обсуждают какие-то политические только, или это экономические проблемы, или тем более сплетни, а обсуждают о молитве. Любой разговор придет к Иисусу Христу. Я верю, что сегодня в зале такие люди. Я верю, что сегодня в зале люди, которые готовы сегодня по имени Иисуса Христа, без всякой користи идти и кому-то что-то сделать. Я о вас молюсь, я думаю, что вы все такие. Я знаю, что здесь в зале люди, которые действительно переживают за положение города, которые действительно молятся о власти и переживают за будущее поколение. И поэтому, друзья, я хочу сейчас вместе с вами помолиться. Если кто-то из нас сегодня себя увидел, что вот он никогда никому ничего просто без выгоды не сделал, давайте покаемся. покажемся. Давайте, вот если сейчас вы вспомнили, что у вас были какие-то встречи, разговоры, и вы не говорили, ничего не вспомнили о Боге, не хватило времени. Давайте покаемся. просто хотя бы на этой неделе, если мы вспоминаем момент, когда мы не наполняли себя Божьей благодатью, давайте покаемся. Давайте сейчас просто встанем на наши ноги перед нашим Господом. И все Ему расскажем. И вот так помолимся, чтобы у нас просто подтекла молитва, общение с нашим Господом. Сейчас у нас же будет после этого причастие. И мы будем говорить, Господь, мы с Тобой в горнице. Аминь. Чтобы это было честно, чисто. Болимся, дорогие. Давайте прожим,